В магазинах по пути знаем, как себя вести. Свои порядки здесь заведены, и значит, мы их соблюдать должны. Здесь нельзя отвалить от взрослых, надо все время быть вместе с ними. В залах самообслуживания не следует трогать товары руками, доставать их из упаковок. Когда что-то привлекает внимание, вызывает интерес, надо тихонько спрашивать у взрослых, мы можем это купить. Если взрослые возражают, не надо с ними спорить, потому что им виднее. Во-первых, они знают, сколько у них с собой денег. Во-вторых, они гораздо лучше понимают, нужна такая вещь в доме или нет. Как слон мартышку воспитывал. Кто танцует, кто поет, а мартышка слезы льет. Папа с мамой обезьяны не купили ей слона, А купили ей бананы, но не хочет есть она. Ничего она не хочет, а в большом слоне хлопочет. Дочка, я у вас одна, покупайте мне слона. Чтобы я сегодня днем гордо ехала на нем. Крик мартышки всем мешает. Папа строго ей сказал. Слон с собой украшает весь большой торговый зал. Этот слон не продается, в магазине остается. Только дочка не сдается, слезный голос раздается. Папа, ты хотел слукавить, без слона меня оставить. Мама, мама, ты должна мне сейчас купить слона. Но случилось так, что мама не успела рта раскрыть. А жил слон и среди гамма, стал мартышке говорить. Я огромной игрушкой здесь работаю всегда. Но с такой, как ты, зверушкой, не встречался никогда. Безо всякого стесненья, ты конючишь, ты ревешь. Ты какое настроение маме с папой создаешь. Поступлю я бессердечно, но сознательно вполне. Ты останешься навечно на моей сидеть в спине. Нет, воскликнула мартышка. Ты, пожалуйста, прости. Я капризная глупышка. Но меня ты отпусти. Лучше жить у мамы с папой. Быть послушной дочкой мне, чем игрушкой упрямой на твоей сидеть в спине. Ситуация ясна. Воцарилась тишина. И мартышка не одна, ждет решения слона. Ты прощение попросила? Я прощаю, уходи. Вспоминая то, что было, хорошо себя веди. С той поры до этих дней та мартышка всех умнее. С ней приятно, с ней спокойно. Все об этом говорят. Дочь ведет себя достойно. Мама рада. Папа рад. Вам понятно, что она не забыла про слона. Мама рада.